Здравствуйте! В эфире первого ярославского программа «В тему». Я Юрий Соболев, и сегодня у нас в гостях один из ведущих артистов Олковского театра, Алексей Кузьмин. Леша, привет! Здравствуйте! Ну, собственно, давай поговорим о театральном сезоне. 267-й сейчас завершается, ряд спектаклей еще впереди, но, тем не менее, в июле уже сезон завершен будет. Чем 267-й был интересен зрителю? Что он принес в жизнь Олковского театра? Ой, ну, каждый сезон он по-своему особенен, каждый сезон он по-своему нов, и этот сезон не стал исключением в его ряду масс прекрасных постановок, в частности, в тех, в которых мне довелось сыграть одни из главных ролей. Это оперы нищих, это кабары шествия, и они стали кульминацией, так скажем, этого сезона. У нас появилось в нашей семье Волковской много новых артистов, и вот это вот слияние, это передача опыта, это, наоборот, от них берешь что-то новое, энергию, запал. И вот в этом комплексе этот сезон стал прекрасным, потому что много новых лиц, много новой энергии, много новых режиссеров, много постановки, и постановки, как мы видим по рецензиям, по отзывам, ярославскому зрителю и гостям города это очень нравится. И да, а давай перейдем к первой постановке, первой премьеры, начала 2017 года, опера «Нищих». У тебя там главная роль, Мэки Ножа. Вот смотри, это спектакль, о котором говорят, ну, мнение полярное, да, один говорит человек, что мне это очень нравится, другой говорит, что же вы мне сейчас показываете на сцене первого русского театра. Вот скажи, почему такие вот разные мнения? Ну, это опять-таки же не ново для нашего театра, и я считаю, что если есть какое-то одно определенное мнение, то стоит, наоборот, задуматься, в верном ли направлении движется наш театральный корабль. А если у зрителя реакция, она вполне адекватная, она может быть и в восторге выражена, она может быть в полной неприязнию этого спектакля. Но как раз вот это и создает определенный баланс театральной жизни. Не, если мы угодим всем, а это невозможно, тогда действительно, либо мы что-то делаем не так, либо мы что-то делаем не так. Ну, то есть главное, чтобы не было равнодушия? Ни в коем случае. То есть человек, он должен уйти с определенной реакцией, либо она положительная, либо она отрицательная. В любом случае, это реакция на то или иное действие. С другой стороны, то, что мы, если я скажу, что мы не берем во внимание рецензии зрителя, их отношения, их реакцию на наши сыграны, это неправильно. Конечно, мы смотрим, мы растем вперед, мы делаем какие-то поправки, мы делаем какие-то изменения. И, естественно, это все в угоду для того, чтобы нашего зрителя привлечь, чтобы ему было комфортно, приятно, с каким-то душевным изменением, с каким-то теплом, любовью к театру он выходил. Скажи, а ты сам читаешь вот эти отзывы в интернете? То есть не то, чтобы даже журналистов театральных, а просто людей, которые пользуются ли соцсетей, приходящие в театр? Честно, нет. Почему? Это не то, что я не уважаю, я уважаю мнение каждого из пришедшего зрителя в Волковский театр, но я считаю, мне это лично не мешает. Потому что у меня есть режиссер, это тот человек, который как раз и заведует и артистами, и постановочной частью, и всем остальным. И я думаю, единственный он сведущий в этом материале, как именно его мысли мы доносим, или именно его видение, его постановку мы каждый день в 18.30, открывая занавес, показываем зрителю. Поэтому я больше доверяюсь режиссеру, но и прислушиваюсь к мнению зрителей, но не читая ни в коем случае интернет-отзывы и не погружаюсь, наверное, в эту прекрасную стихию. Другая премьера Волковского театра, спектакль «Кабарашествие», спектакль, который очень тепло зрители встретили. На мой взгляд, это напоминает, вот этот спектакль напоминает такой довлатовские рассказы. То есть они в одной книге, они о разном, но они объединены какой-то вот одной эмоцией, одной эмоциональной направленностью. А вот как тебе эта премьера, и ты там опять занимаешься каким-то околоэкстримом, да? Если вы перенечки к себе поднимают на высоту трехэтажного дома, то здесь у тебя пируэты на сцене на гироскутере. Вот как так это все получается? Здорово, здорово. Причем с гироскутером дружим давно, и я так понимаю, что Ира, увидев это, решила включить это в кону спектакля. Ира, это Ирина Лиховская, один из режиссеров спектакля. Прекрасная девушка, талантливая, замечательная, и я думаю, что эта работа удалась от троицы наших режиссеров. Действительно состоялось такое шествие, такой парад жизни от любви до ненависти, от страсти, желания к полному отторжению. Но в любом случае, я так понимаю, что зритель правильно абсолютно понял наш позыв, наш призыв, наше мнение в этом спектакле, что жизнь, она разная, жизнь, она может быть и счастливой, и несчастной, и светлой, и темной, и в расстройствах, и в абсолютном каком-то пребывании счастья. Это и есть вот то шествие по жизни, которое мы постарались показывать в нашем спектакле. Но главной квинтэссенцией этого спектакля, это, конечно же, взаимоотношения людей, это любовь. Это любовь. Это любовь. Тоже об отношениях людей. В завершении поговорим. Ты в театре с 2005 года был первым актером Волковского театра, который номинировался на «Золотую маску» за свою игру в спектакле «Горе от ума». Скажи, вот за эти годы, как меняется коллектив Волковского театра, вот актерский именно? Это дружба, это конкуренция. И чем вот актерский состав театра интересен зрителю сегодня? Ну да, с высоты небольшого опыта работы в театре, я все равно могу сказать, что театр меняется, театр трансформируется. Если говорить про актерский состав, то, например, когда я пришел на театр, было очень много старшего поколения и было очень много молодого поколения. И так называемая середина, костяк того возраста, в котором я сейчас пребываю, счастливого и прекрасного, было не так много. А вот сейчас как раз такая пора, когда вот этот костяк, когда людей от 25 до 35 до 40 составляет основной кулак, основную рабочую силу Волковского театра. Это прекрасно. Я в самом начале говорил о том, что мы непременно всегда берем пример с наших уважаемых народных, заслуженных артистов. Потому что театральный мир, он специфичен же. Не то, что он какой-то отдельный от жизни. Наоборот, там все намного концентрированнее происходит. Поэтому каждый день, приходя в театр, ты учишься, каждый день, приходя в театр, ты меняешь себя. И если ты для себя делаешь какие-то выводы, что я уже многого достиг, что я уже на театре столько лет, и это далеко ошибочное мнение. Каждый день, приходя в театр, надо чему-то учиться. Каждый день, приходя в театр, надо к чему-то стремиться, работая над собой и стремясь к совершенству. Поэтому труппа Волковского театра сейчас, без всякого преувеличения, я хочу сказать, что это мощный коллектив, один из лучших коллективов России, и это доказывает и сколько уже номинаций, и получение золотых масок. И мы сейчас приступаем к новой работе, которая станет премьерным открытием после Волковского фестиваля. Это замечательный спектакль «Обыкновенное чудо». Ну, об этом уже расскажем чуть позже. Что ж, Леша, спасибо. Надеюсь, что в следующем сезоне развитие продолжится. Непременно, непременно. Напомню, что гостем студии был Алексей Кузьмин, один из ведущих артистов Волковского театра. Эфир провел Юрий Соболев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok